Госпожа Андрея, скажите пожалуйста, а как Белый Дом относится к инициативе президента Владимира Зеленского встретиться с президентом Путиным лично? Ну, чтобы президент Байден встречался? Потому что президент Байден четко сегодня сказал, что у него нет планов сейчас встречаться с президентом Путиным. Ну, в общем плане, когда у нас больше возможностей встречаться, говорить, обсуждать разные темы, это всегда хорошо. Дипломатия, это всегда хорошо. Но то, что нам нужно видеть от России сейчас, это действие, нам нужно видеть дискаляцию. И на самом деле то, что мы видим сейчас на границе с Украиной, это вот совсем наоборот. Госпожа Калан, вам сейчас задаст вопрос. До недавнего прошлого руководитель украинского парламента Дмитрий Разумков. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел уточнить у вас. Мы вчера праздновали по всей стране праздник, недавно учрежденный президентом. Скажите, пожалуйста, не рано ли мы празднуем с точки зрения человека, который находится вне пределов нашей страны и наблюдает за этими процессами извне? Не рано ли мы празднуем победу? Ну, это то, что вчера, это был день, когда все говорили, что мы едины. Вот это хорошо. Это не празднование. Это показывает то, что все вместе и едины. И это очень важно показать миру. Госпожа Андрея, скажите, пожалуйста, а если Россия таки признает суверенитет так называемых ЛДНР, республик так называемых, как к этому отнесется Америка? И какие сокрушительные санкции она обрушит на Россию в этом случае? Ну, как господин Блинкен сказал вчера, если Россия признает такие так называемые республики, это будет прямое нарушение Минских соглашений. И, конечно, тогда будут серьезные последствия. Какие именно санкции или меры, не могу сказать. Но, как президент Байден сказал, они будут очень масштабные и будут иметь очень негативные последствия для экономики России. Продолжение следует...